Зависть, гордость. Нас постоянно разрывают на части эти вещи. Поэтому мы должны знать, как с этим поступать. Поэтому нам нужно руководство. Поэтому каждому необходима Бхагавад-гита, как она есть. Бхагавад-гита учит нас, ладно, вы застряли в этом мире. Вы совершили огромную ошибку, что сюда пришли. Но теперь вы уже здесь заблудились, застряли. Как вы собираетесь выживать и жить спокойной, стабильной жизнью? И как вы сможете подготовиться, чтобы вернуться обратно домой к Богу, там, где ваша настоящая Родина? Поэтому каждому нужна Бхагавад-гита, как она есть. Если она у вас уже есть, то ее необходимо читать каждый день. А если вы ее не читаете каждый день, то вы останетесь заблудшим. А если у вас нет Бхагавад-гиты, как она есть, нужно ее купить? Сколько стоит Бхагавад-гита, как она есть? И что у нас, прабы? 250. 250 рублей. За 250 рублей вы сможете решить все свои проблемы. Серьезно? Прабхупада говорил, что Бхагавад-гиты решают все проблемы. Можете себе представить? Что там может сказать? А как она собирается решить все мои проблемы? Что Бхагавад-гита решит мои финансовые проблемы? Да. Что Бхагавад-гита решит мои проблемы со здоровьем? Решит. Разве решит Бхагавад-гита мои проблемы с отношениями? Решит. Любые проблемы, которые вы можете придумать, Бхагавад-гита их все разрешит. И причина в том, что все эти вещи, которые вы считаете проблемами, на самом деле не являются проблемами. Это все просто симптомы другой проблемы. На самом деле, Прабхупада выделяет две настоящие проблемы. Первая — это отождествление себя с телом. Вот это настоящая проблема. И вторая проблема в том, что мы недостаточно осознаем, что Верховная Личность Бога — это главный контролирующий, главный наслаждающийся и главный лучший друг каждого. Это две единственные проблемы. Все остальное — это лишь проявления, симптомы. Если вы решите две основные проблемы, то все симптомы автоматически будут решены. И эти две симптомы очень подробно раскрываются в Бхагавад-гите. Если вы изучаете Бхагавад-гита и примените инструкции Кришны и Бхагавад-гиты, примените это в вашей жизни, то у вас не будет проблем. Все понимают? Все понимают? Итак, сегодня вечером мы читаем из Бхагавад-гиты, как она есть, глава вторая, заглавленное краткое изложение Бхагавад-гиты, стих номер 64. Стих написан на доске, поэтому каждый может повторять. Бхагавад-гита. 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 Продолжение следует... 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 На объекты чувственного удовольствия. In the eye. By the senses. Чувствами. Чаран. Acting upon. Воздействующий. Атмавашай. Under one's control. Подчиненными себе. Бидхея Атма. One who follows regulated freedom. Человек, который следует регулирующим принципам свободы. Красадам. The mercy of the Lord. The mercy of the Lord. Милость Господа. Арегатчати. Attains. Обретает. Translation by Śrīla Prabhupāda. Перевод Śrīla Prabhupāda. But a person free from all attachment and aversion, and able to control his senses through regulative principles of freedom, can obtain the complete mercy of the Lord. Но тот, кто, следуя регулирующим принципам свободы, избавился от всякой привязанности и неприязни, и держит свои чувства в узде, может в полной мере обрести милость Господа. Как уже говорилось, можно сколько угодно пытаться подчинить себе чувства, искусственно подавляя их деятельность. Но если чувства не заняты трансцендентным любовным служением Господу, такой человек рискует в любой момент пасть. Although the person in full Krishna consciousness may apparently be on the sensual plane, because of his being Krishna conscious, he has no attachment to sensual activities. С другой стороны, может показаться, что человек, обладающий полным сознанием Кришны, действует повиной с требованием чувств, но на самом деле он не привязан к их деятельности, ибо всецело поглощен сознанием Кришны. Человек в сознании Кришны думает только о том, как удовлетворить Кришну, и ни о чем другом. Поэтому он трансцендентен ко всей привязанности и всей неприязни. Если Кришна пожелает, преданный может сделать все, что угодно, даже то, чего сам он не захотел бы делать, но он не будет делать того, что обычно доставляет ему удовольствие, если это не угодно Кришне. Иначе говоря, действие преданного не зависит от внешних причин, они под его контролем, ибо он действует только по опознанию Кришны. Такое осознание есть следствие беспричинной милости Господа, и преданный может обрести его, даже если у него еще сохраняется привязанность к деятельности на уровне чувств. Если хотите повторять джапу, лучше пойти куда-то еще. Эта комната сейчас предназначена для слушания лекций. У вас не получится одновременно и джапу слушать, и лекцию слушать одновременно. Поэтому лучше решить, что вы хотите делать. Иначе. Погнали, Майяш. Погнали, Майяш. Погнали, Майяш. Погнали, Майяш. Верс again. Снова стих. Погнали, Майяш. Погнали, Майяш. Погнали, Майяш. Погнали, Майяш. Погнали, Майяш. Погнали, Майяш. Но тот, кто, следуя регулирующим принципам свободы, избавился от всякой неприязни и привязанности, и держит свои чувства в узде, может в полной мере обрести милость Господа. У каждого есть такая проблема, каждый пытается контролировать ум и чувства. У каждого есть такая проблема. Даже у тех, кто считает, что у них нет такой проблемы. На самом деле, в особенности, эта проблема есть у тех людей, которые считают, что ее у них нет. У них это самая большая проблема. Но, как Прабхапада говорит в комментарии, невозможно этого достичь искусственно, механически. Но есть система, процесс, при помощи которого можно научиться контролировать ум и чувства. Когда ум и чувства задействованы в служении Кришне под руководством истинного духовного учителя. Тогда они автоматически становятся под контроль. И тогда нет возможности им уйти в какие-то неправильные области, потому что они уже заняты правильной деятельностью. И, согласно этому стиху, человек, который таким образом полностью контролирует свои чувства, получает полную милость Господа. Но задействовать свои ум и чувства в служении Кришне необходимо согласно определенными принципами, регулирующими и ограничивающими принципами. Ирония в том, что Шрила Прабхапада называет эти принципы, принципами свободы. Но обычно люди не это подразумевают под свободой. Обычно, когда люди говорят о свободе, они имеют в виду, что вообще нет таких ограничений. И эта фраза, которую использует Павлопада здесь, регулирующая принципы свободы, это довольно странная фраза. Потому что обычно люди не так думают. Они думают, что любые ограничения, любые регулирующие принципы, это какое-то подавление, это подавление их природы. А свобода означает, что вы можете делать что захотите, когда захотите и с кем захотите. Но на самом деле это неправда. Потому что когда у вас полностью ничем не ограниченная свобода, вы так же свободно попасть в огромное количество неприятностей. Мое поздравление. Один из примеров, чтобы это понять, можно посмотреть на примере светофоров. Светофоры предназначены для того, чтобы регулировать поток дорожного движения. И обычно люди не возражают, когда горит зеленый свет. Всем нравится зеленый свет. И даже желтый цвет не такой уж и плохой. На самом деле желтый свет означает, что нужно уже притормаживать. А многие люди считают, что желтый свет означает, что пора ускориться. Чтобы быстрее проскочить перекресток, пока свет не поменялся на красный. Но никому не нравится красный свет. Потому что он ограничивает. Но от чего он нас ограничивает? Он нас ограничивает от автокатастроф. Когда вы видите красный свет, вы останавливаетесь, чтобы у вас не расплющила машина, которая движется перпендикулярно вам. Поэтому на самом деле эти светофоры, которые вроде как ограничивают, на самом деле нас освобождают. Возможно, вы предпочли бы, чтобы не было светофоров. Я хочу быть свободным, я хочу ехать куда хочу, когда захочу. Удачи. Потому что вы свободны ехать куда угодно, но другой парень, который движется перпендикулярно вам, тоже свободен. И он свободен врезаться в вас и расключитесь. В Соединенных Штатах есть определенные перекрестки, на которых когда-то не было светофоров. И только после того, как куча людей умерла на таких перекрестках, они решили поставить там светофоры. Светофоры предназначены, чтобы нам помогать, они нам полезны. Они делают возможным вождение машины в течение многих лет, и при этом не попадая в аварию. Тогда мы можем доехать туда, куда хотим попасть. И точно такие же также действуют регулирующие принципы Бхакти-йоги. Они ограничивают нас от определенных вещей, чтобы мы могли по-настоящему испытать истинную свободу души. И это очень важный аспект Бхакти-йоги, которому мы должны радоваться, вместо того, чтобы отвергать его. Правила, предписания, ограничения — это нам полезно. Поэтому мы не должны от них отворачиваться. Сами по себе они не очень важны. Если человек слишком привязывается к правилам и предписания — это тоже ошибка. А иначе правила предписания помогают нашей способности и сосредоточить внимание на Кришне. Они помогают нам и развивают наше сознание Кришны. Есть вопросы? Есть возражения? Есть возражения какие-нибудь? В Индии без светофора, по-моему, не ездят, да? И разъезжаются хорошие. Я думаю, что в Индии они не имеют никакого транспорта, и они очень хорошо работают. На самом деле, насколько я помню, там есть светофоры, просто на них никто не обращает внимания. На самом деле, не всегда уж так хорошо они разъезжаются. Просто чудо, что у них так немного всяких аварий происходит. Но на самом деле, в Индии очень много автокатастроф. И со смертельным исходом причем. Конечно, не бывает панацея, и ничто не сможет на 100% гарантировать, что не будет никаких аварий. Потому что, что бы вы ни делали, всегда будут сумасшедшие и пьяные за рулем. Всегда будут аварии. Но дело в том, что светофоры помогают предотвратить аварий. И правила приписания бхакти-йоги, это тоже не панацея. Потому что в конечном итоге все зависит от искренности практикующего и от милости Господа. Но правила приписания ограничения очень сильно помогают. Точно так же, как Прабхапада приводит пример, когда мы пытаемся разжечь костер. Он говорит, что логично, прежде всего, посушить дрова. И вы можете сказать, что на самом деле мне не нужно вначале сушить дрова. Ладно, но тогда вам очень трудно будет разжечь костер. И пока у вас будет огромное количество неприятного дыма. Поэтому лучше просушить дрова. Если дрова сухие, это очень облегчает розжиг костра. И правила приписания именно таковы. Сами по себе в них нет ничего фантастического. Сами по себе они не так важны. Но они увеличивают нашу способность заниматься преданным служением. Поэтому мы должны быть очень внимательными и следовать им. Точно так же, как у нас есть четыре главных принципа, которые мы следуем. Никакого потребления в пищу мяса, рыбы и яиц. Никаких интоксикаций. Никакого незаконного секса. И никаких азартных игр. И есть еще один принцип, который не упоминается в Священных Писаниях. Кто-нибудь знает, что это за принцип? Никакого футбола. На самом деле, эти четыре революющих принципа, это не духовные принципы. Иногда преданные только приходят в наше движение, начинают следовать этим принципам и начинают думать, что они очень духовные стали. Я уже три недели не курю сигарет. Я очень возвышенный. Но Прабхапада говорит, что следование четырем регулирующим принципам просто приводит вас в человеческой форме жизни. Так что не стоит слишком гордиться этим. Вы только что пришли в человеческую форму жизни. Мои поздравления. Угадайте, что это означает, кем вы были до того, как начали следовать трем регулирующим принципам. Так что они не духовные. Духовное, слушание и восхваление славы Господа. И семь остальных процессов духовной практики, которые упоминаются в Шримадлаговатом. Но чтобы заниматься этой деятельностью в преданном служении, необходимо следовать этим четырем регулирующим принципам. Иногда их называют подрелигиозными принципами. Они предварительные требования. Но это не означает, что мы обязаны начать следовать им до того, как начнем повторять Харе Кришна. Неважно, чему вы следуете, чему не следуете, вы все равно можете повторять Харе Кришну. Но точно так же, как в примере с сухими дровами, у вас гораздо будут лучшие результаты повторения Харе Кришна, если вы будете строго следовать этим четырем принципам. Другой момент по поводу одного из этих принципов конкретно. У очень многих приятных есть неправильное понимание того, что такое незаконный секс. Незаконный секс, согласно Шрии Прабхупаде, означает Незаконный секс – это любой секс, который совершается с любой целью, кроме зачатия ребенка, чтобы вырастить этого ребенка в сознании Бога. Некоторые приятные думают, что пока вы женаты, то все нормально, можете заниматься сексом сколько угодно. Прабхупад говорит, что наш век настолько осквернен, что если человек может оставаться с одним сексовальным партнером, то это огромное достижение. Но те, кто серьезно хотят совершенствоваться духовно, они должны сделать еще один шаг вперед. Даже в браке сексом нужно заниматься только с одной целью, чтобы защищать ребенка. Кто-то может сказать, что это очень трудно, я не могу ограничивать свои чувства. На самом деле, можете. Может быть, немножко трудно, но можете. Как Прабхупада говорит в конце комментария. Если Кришна пожелает, преданный может сделать все, что угодно, даже то, чего сам он не захотел бы делать. Но он не будет делать того, что обычно доставляет ему удовольствие, если это не угодно Кришне. Иначе говоря, действовать или не действовать, а решение, действовать или не действовать, находится полностью под контролем преданного. Он сам может решать, делать что-то или не делать. Эти действия не зависят от внешних причин, ибо он действует только по указанию Кришны. Такое сознание есть следствие без причинной милости Господа. И преданный может достичь его, даже если у него еще сохраняется привязанность к деятельности на уровне чувств. И предусловно, в этом chapter, Кришна сказал, И раньше, когда Кришна сказал, И раньше, когда Кришна сказал, That... Acts 59. Вишаян-вини-вар-танте-на-ра-хараша-де-хина-ха-раса-вар-джа-на-раса-пираса-паран-виж-вана-вар-та-тей. Текст номер 59. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании. То есть, на самом деле, возможно ограничить себя от наслаждения чувств, а в частности от секса, если человек получает более высокий вкус наслаждений. Занимаясь преданным служением. Получать этот вкус можно занимаясь преданным служением, в особенности, действуя, занимаясь слушанием, воспеванием и проповедью. Когда он получает этот высший вкус наслаждений, секс для него становится не таким интересным, как раньше. И это он выполняет под руководством духовного учителя. Несколько лет назад я иногда посещал гостилу у супружеской четы и жил у них дома. И однажды супруг этой пары отвез меня к ним домой с вокзала. Он сказал, вы знаете, я вчера подумал, что мы с женой 24 часа в сутки проводим вместе. Я думал, что, серьезно, что вы имеете в виду, 24 часа в сутки вместе? Никогда о таком не слышал раньше. Он сказал, ну да, потому что у нас семейный бизнес, мы вместе занимаемся им. Поэтому мы на работе целыми днями вместе. Мы вместе повторяем джапу, вместе принимаем пасад и спим вместе. И я знал, что эта пара соблюдает четыре принципа. Я не сомневался в этом. Но когда я посещал их дом, у них комнаты отходят от маленького коридорчика. В конце коридора ванная. И с одной стороны коридора была моя комната, а с другой стороны коридора напротив была их комната. Я должен признать, что я заметил, что у них огромная двуспальная кровать. На самом деле это не лучшее решение для пары домохозяев. Лучше, когда у мужа своя комната, у жены своя комната. А если им приходится жить в одной комнате, то лучше всего хотя бы, чтобы кровати были раздельны. И он говорит, но мы даже спим вместе и просыпаемся вместе. Мы все делаем одновременно. И я помню, что однажды, поскольку моя комната была прямо рядом с ванной с одной стороны, а их комната ограничилась с другой стороны. Я помню, как однажды утром услышал оба их голоса из ванной одновременно. Я подумал, о, боже мой. Что они тут делают? Вместе чистят зубы? Но опять же, я знал, что они очень строго следуют этим принципам. Я спросил, но вы же спите вместе. Как вы избегаете секса? Он сказал, если честно, иногда мне хочется. И я начинаю приставать к жене. Но она мне отвечает. Она говорит, но Прабу, что скажет наш Духовный Учитель? И говорит, поэтому все это отмирает сразу же. Он говорит, так что, может быть, мы спим у одной кровати, но наш Духовный Учитель спит между нами. Так что в этом как раз таки и весь смысл. Что наслаждение чувств нас спасает следование наставлениям Духовного Учителя и Кришны. И хочется нам этого в тот момент или не хочется, не в этом есть вопрос. Если мы просто будем делать то, что нам хочется, у нас будет просто жизнь наполненная сплошными неприятностями. Ум и чувства постоянно делают нам кучу неприятностей. У нас у всех есть такой опыт. Уровень ума – это когда мы просто делаем все, что нам хочется, и не делаем то, что нам не хочется. Именно там основываются все эмоции в уме. И люди очень часто беспокоятся о своих эмоциях, что они чувствуют в данный момент. Но уровень разума стоит выше уровня ума. И разница в том, что на уровне разума есть логика. На уровне разума мы задумываемся, надо мне это делать или не надо. И разум необходимо подпитывать философию знания Кришны. И тогда разум способен, если разум кормить философию знания Кришны, то он способен контролировать ум и чувства и эмоции. Поэтому мы должны жить согласно тому, что правильно, что для нас полезно, а не просто тому, что нам хочется. И опять же, это очень важная причина, почему мы должны регулярно изучать Бхагавад-гиту. Потому что если мы не контактируем с философией, то разум не получает правильного образования, правильной тренировки. И тогда ум, чувства, эмоции берут контроль на себя. И тогда у нас появляются неприятности. Я забыл, о чем был вопрос. Такой длинный ответ получился. Вы уже ответили, но я хотел бы уточнить тогда про тему, которую вы подняли уже. В «Нектаре наставлений» в первом стихе, в комментарии Прабхупада, говорит о незаконном сексе, он описывает разные градации этого принципа. И говорит, что, например, мысли просто об сексе, это уже как бы, ну, относится к нарушению его. И начиная, ну, на стадии, вот, начиная, когда я просто начал, да, этому следовать. То есть я знаю, что это довольно сложно таки контролировать вообще. И как это, собственно, делать вообще. И это приходит на каких-то поздних стадиях, вот этот полностью контроль ума и вот. В «Нектаре наставлений» в первом стихе, Шаппупаде говорит, что, в этом принципе «элицит секс», что есть несколько градаций, что следует следить за этот принцип. И он говорит, что даже когда мы думаем о сексе, это тоже разрушает этот принцип. Так что я начну следить этот принцип, но теперь я вижу, что это очень сложно делать. И как мы можем это полностью следить, даже в наших умениях? Может это приходить на какие-то поздние уровни спиритической практики, или как мы можем это делать? Да, это практика. Для этого необходима практика. Прабхупада говорит, что чему угодно можно научиться, если практиковаться. Да, есть еще один важный стих. Есть еще один важный стих. «Апundaad настав:" «Сошантимат нотинь на кама каме». Это означает, что человек, которого не тревожит постоянный поток желаний, который, как реки, входит в океан, который постоянно наполняется, но никогда не выходит из берегов, только такой человек способен достичь истинного спокойствия и умиротворения. А не тот, кто старается удовлетворить все эти желания. В этом стихе признается, что желания продолжат приходить какое-то время. Миллионы жизней нас обуславливали эти желания. Не стоит ожидать, что они мгновенно прекратятся. Но поскольку он сосредоточен в своем сознании, он просто наблюдает, как приходят эти желания, но не действуют под руководством этих желаний. Он не вовлекается в них. И он понимает, что это лишь остатки моей обусловленности. Но на самом деле ко мне, к душе это никакого отношения не имеет. Так что не беспокойтесь об этом. Постепенно это все уйдет. Хорошо. Интерное наставление. Первый стих. Еще есть вопросы? Дамы. Хорошо. Тогда мы, наверное, закончим. Какой план на завтрашнее утро? Семь. 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 Не будет в Молгаруси. Окей. Хорошо. Спасибо, Бху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Спасибо, Бху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. И не забывайте покупать книги. Если хотите, я подпишу ваши книги. Семь. Пробава-ху-ху-ху-ху-ху. Ча. Субтитры сделал DimaTorzok